Всем привет, друзья! С вами снова Аквамены! Прошло чуть-чуть больше месяца с момента запуска нашего древолягушечного террариума. Момент, когда можно натянуть глаз на объект наших вожделений и оценить ситуацию. Я напомню, мы с вами запускали террариум с дендробатисами-ауратусами. Террариум, если так вот усредненно прикинуть, габаритами 60 на 60 на 60, ну там плюс-минус несколько сантиметров. И объем получается в целом где-то 200-220 литров из оконного обычного самого стекла, которое резал я, которое я клеил и получился вот такой вот резервуар стеклянный. Этот проект, это, я бы так сказал, коллаборация нескольких человек, нескольких фирм. То есть это мне Андрей Бортников присылал дендробатисов-ауратусов еще летом. Это мне флорариум плэнс присылали растения. Это маргравия и нефролепис. И это мне декатоп засылали коряги. И листья, и грунты, и какие-то камушки еще тоже летом. Так долго я его запускал, потому что несколько раз менялся проект, несколько раз менялся дизайн и конфигурация террариума. Но спустя месяц с лишним у нас имеется следующая картинка. Невооруженным взглядом видно, что некоторые растения, они пустились в пляс, в рост и начали захватывать территории. Это, конечно же, у нас кардамин, который слева в низине расположился. Здесь его только фрагмент виден. И справа тот же самый кардамин, которому здесь, очевидно, нравится. Потому что сам террариум находится у окна. Ну не то чтобы у окна, он находится у стены. И оттуда поддувается окна. А кардамин, как мы знаем, любит прохладу. Листья у этого кардамина здесь просто огромные. Здесь также у нас растет непонятный, неизвестный мне мох, пложку, плюшку, которого я привез из леса и сюда воткнул. Он тоже растет, он тоже развивается. Это у нас здесь жертвенный стол. Сюда я на вот этот вот камень высыпаю муху, обваленную в витаминах, в кальции. И лягушки с этого стола подъедают. Видим, что окрестности этого камня, они загажены как и испражнениями мухи, так и какими-то ошметками вот этой вот витаминной кальции. Ничего там страшного нет, я пока не стал мыть для того, чтобы у меня картинка, целостность композиции не нарушилась. Так, вот тот самый кардамин. Туда, по воду ли я куда-то втыкивал. Еще втыкал фрагменты кардамина, то есть куски, пучки кардамина. Также у меня здесь обычный самый аквариумный мох. Это микс, если быть точнее мхов. Здесь мох стринг, мох бабл и мох тайвань. Плюсом ко всему, мне подписчик присылал болотник. Сюда я втыкал болотник, но, к сожалению, он не прижился. И то ли его вытоптали, то ли он просто температурный режим не одобрил, который в недрах этого резервуара у нас создается. Вот тот самый нефролепис и маргравия. Это лиана. Она здесь просто торжествует. Во-первых, она сразу ринулась захватывать новые пустоши. Она прирастает намертво к дереву, к древесине, к корягам. И это очень хорошо. Она пускает новые ростки. Я так планирую, что в ближайшем времени этой лианой порастет здесь абсолютно все. Плюсом ко всему, здесь у нас был плющ. Плющ. Часть плюща, она вот на днях буквально начала отгнивать по непонятным мне причинам. Потому что сверху здесь более-менее сухая обстановочка у нас наблюдается. И, кстати, кстати сказать, здесь у нас есть минутки волшебства и каких-то страннейших организмов. Это миксамицеты. Это и не грибы. Это и не простейшие. Условно говоря, это грибы, которые перемещаются. Да, видим, что это сгустки просто каких-то белесых шариков, которые, если брать в руку, они сразу превращаются в какую-то козюльку такую, в соплюшку. Растворяются, растекаются по пальцу. То есть это вот такие вот недолгоживущие организмы. Видим, что они здесь тоже в некоторых количествах наблюдаются. Вот на данный момент, то есть на следующий через день, их уже я не видел. Видны были только следы их присутствия. Дальше вот тот самый мох, который по всей видимости начал вытягиваться. И вполне возможно, что я его здесь подстригу. А может быть, немножко раздербаню эту кочку для того, чтобы заселить этим мхом новые территории. И вот они, вот они, дендробатисы-ауратусы, которые нашли себе местечко между корягами. Вытоптали там просто яму, берлогу себе. И спокойно себе засиживаются, пока я снимаю этот видеоролик. Мох перешел в большей степени в надводную форму. И это тоже не может не радовать. В целом все растет. В целом все процветает. Ну а сейчас я предлагаю вам посмотреть кадры охоты лягушек на фруктовую муху. На этом все. С вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»